Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели, в течение которой мы пережили атаку, которой не ожидал никто. Банки и супермаркеты, десятки госучреждений вынуждены были прекратить свою работу. Пострадал от хакерской атаки даже кабинет министров. Вице-премьер Павел Розенко рассказал, что все компьютеры там показывали одну и ту же картинку, черный экран и текст о том, что нужно заплатить выкуп в 300 долларов. Но самое страшное, среди жертв атаки оказались даже аэропорт Борисполь, Укрзалезница и Чернобыльская АЭС. В целом этот компьютерный вирус зацепил десятки стран, но Украина была основной мишенью. И несмотря на такой масштаб атаки, внятно сказать, как же от нее защищаться не смогли даже в киберполиции Украины. Да, представьте себе, у нас есть специальное подразделение национальной полиции, которое как раз и должно противодействовать таким виртуальным нападениям. Вот только сайт киберполиции в день атаки не работал. А в фейсбуке этой организации советовали всем украинцам просто выключить компьютеры, пока они не разберутся с причинами произошедшего. Впрочем, что было бы, если бы вся страна разом выключила компьютеры, в киберполиции явно не подумали. Как обычно, это и бывает в Украине, каждый спасался сам как мог. А вот причины случившегося оперативно и очень подробно начали описывать за границей. Например, в компании Майкрософт, где заявили, что источником всего этого масштабного заражения могла быть одна из украинских компаний. Так ли это на самом деле и способны ли такие кибератаки однажды просто вырубить всю нашу страну? Разбиралась Павлина Василенко. Этот вторник стал черным для многих украинских компаний. Ближе к полудню их компьютеры просто отключились, а на мониторах возникло послание. Ваши данные зашифрованы. Для их расшифровки перечистите 300 долларов в биткоинах. Банки, частные фирмы, госучреждения и медиа. Всех нокаутировали хакеры. Редакции многих СМИ буквально вернулись на десятилетие назад в ручной режим. Я больше нам просто файлы все, видите, 75 здесь, 82 здесь. Поменять с местами. Легли мережи, легли мережевые диски. Фактически мы были, ну, опинились в ситуации, когда мы не можем ни выдавать в эфир ничего, ни принимать ничего. Погаши информационное табло задержки рейсов и сотни перепуганных пассажиров. Хакеры атаковали аэропорты Харьковский и Борисполь. Непонятно, когда полетим, потому что не написано нигде. Банкоматы, которые не выдают деньги и расчет в магазинах только наличкой. Вирус поразил сети десятков банков. А счетбанк не может отправиться от виртуальной атаки до сих пор. Со вторника тут спецрежим. Отделение работает только для консультаций. Зарплаты и пенсии пока не выдают. Нельзя платить коммуналку. Но в пресс-службе успокаивают. Деньги клиентов в сохранности. В вторник даже о Blackout заговорили. Ведь хакеры положили и системы Укрэнерго. В компании до сих пор административные компьютеры выключены. Для систем безопасности и чинных, имеется в виду, працующих атомных станций и выведенных из эксплуатации Чорнобильской АЭС никаких загроз не было. До того, как мы не будем уверены, что все наши системы или абсолютно изолированы, или абсолютно защищены, мы не будем изновлевать автоматическое управление. В ручном режиме работали десятки компаний. Некоторые из них даже заплатили виртуальному вымогателю 300 долларов. Вот только ключ для дешифровки так и не получили. Виртуальный удар по Украине стал беспрецедентным. А причина компьютерного коллапса – Петя А. Это разновидность вируса-вымогателя WannaCry. Но Петя куда опаснее. Он атакует компьютеры, используя сразу три вредоносных кода и зашифровывает все данные на жестком диске. Вирус копирует сам себя до бесконечности. Если находят другие компьютеры, в которых есть аналогичная дыра в системе безопасности. Если у вас нет ключа для расшифровки, а похоже, что его вообще нет, то это все равно, что вы потеряли эти файлы. И здесь вам могут помочь только резервные копии. В Майкрософте сообщили, у них есть информация, что несколько случаев заражения произошли из-за обновления украинской программы налогового учета «Медок». Для проверки в «Медок» приезжала киберполиция. Но в компании говорят, они сами пострадали от вируса. Пост, который опубликован Майкрософт, доказывает только одно единственное, что компьютер был заражен. Но он не доказывает, что он был заражен именно «Медком». «Медок» потом дальше просто попал. Точно так же мог себя вести, например, Майкрософт Ворд или Майкрософт Эксель. Точно так же. Уже известно, кибератака началась с Украины. А потом вирус распространился по всему миру. У нас пострадали 12,5 тысяч компьютеров. Это 75% случаев от общего количества заражений. Еще зацепило Германию, Польшу и Сербию. Меньше пострадали Греция, Румыния и Россия. Специалисты по кибербезопасности предполагают, вирус был запущен давно. Просто ждал своего часа, и 27 июня вредоносная программа активизировалась по таймеру. Непонятна цель атаки до сих пор. А вот «Монокрай» так понятно? «Монокрай» был классическим вымогателем. То есть там цель была день. Здесь непонятно, то ли цель была не деньги, то ли люди, которые его сделали, не очень понимали, как потом эти деньги получать. В СБУ почти сразу заявили, вирус запустили с неподконтрольных территорий или России. Эксперты менее однозначны в предположениях. Атака хоть и произошла накануне Дня Конституции, говорить о российском следе пока рано. «Хакеры — это субстанция неточечная. Они же могут быть по всей планете, грубо говоря, объединяться в одну какую-то атакующую армию, которая носит точечный удар. Косвенно, да? Если мы говорим о той дате, когда это произошло, косвенно мы можем говорить, что это все-таки со стороны Российской Федерации». Помочь Украине защититься от хакеров обещают в НАТО. Хотя фонд «Альянса по кибербезопасности» уже год работает в стране. Но проблема в том, что у нас защитой от хакеров занимаются аж четыре ведомства. Госпедсвязь, СБУ, киберполиция и Министерство информационной политики. «В нас все абсолютно раскидано по різних органах. И тому немає якоїсь нормальної горизонтальної співпраці. Звісно, это может происходить, и, конечно, это может использоваться. Например, включение электроэнергии в зиму. Включить связок весь в АТО – это проблема. И не струмить, я не знаю, Генштаб, например, в Киеве. Чи не струмить всі телевежи. Это только начальник. Теперь так будет всегда, будет периодично. В країне идет война. Вы не думаете, что это не связано? Это будет происходить регулярно. Кто стоит за кибератакой и, главное, зачем ее организовали, станет известно после окончания расследования, которое ведут ФБР, Европол и СБУ. По оценкам экспертов, на это может пойти несколько недель. Столько же времени понадобится на изобретение антивируса для дешифровки данных. Ну а пока защита компьютеров пользователей – дело рук самих пользователей. Павлина Вастеренко, Павел Лысенко. Подробности недели – телеканал Интер.